Всем привет, меня зовут Дмитрий, и сегодня я играю в игру под названием Hero Siege. Стоит она в стиме 150 рублей, сейчас по скидке 20, но в общем-то в принципе и всё, о чём я не нужно знать. А так эта игрушка достаточно интересная, я в неё играю, если верить стиму, около 50 часов за последнюю неделю, даже если можно так сказать. Ну значит, давайте поговорим о главном. Это второй персонаж мой, я подумал, что дай-ка я поиграю за него. На основном персонаже у меня 150 уровень, 5 уровень героя, то есть здесь 43 уровень. Основной персонаж у меня деревенщина, и за него как бы играть достаточно просто, по крайней мере на этапе, когда у тебя уже 150 с лишним уровней, и шмотки уже все с самого высшего качества. Играть действительно всё проще и проще становится. Вот, а здесь я начал играть, ну на этом персонаже, я начал играть примерно часа полтора назад. И каково было моё удивление, когда я... Каково было моё удивление, когда я узнал, что... Здесь играть ещё проще. Так как здесь есть возможность призывать помощников себе, как скелетов, которые просто-напросто бегают вокруг тебя и бьют первых попавшихся врагов. То есть я могу вообще, по сути, ничего не делать и... Там, не знаю. Просто стоять на месте и ждать, пока они убьют всех, кто вокруг меня и кто мне может помешать. Ну, конечно, стоять не получится здесь, естественно, потому что противники наносят достаточно большой урон и меня просто-напросто убьют. Но бить я могу не... ну, могу не бить, то есть. Могу даже не стрелять в них, но для того, чтобы побыстрее, естественно, проходить, надо помогать им. По сути, здесь получается, что помощник это я, а не они. Вот. Я играл на адском уровне сложности и как-то, не знаю, мне недостаточно хп, видимо, чтобы играть на этом уровне. Потому что убивать меня быстро убивают, но я тоже быстро убиваю, но мне одной плюшки хватает, чтобы меня убили. Вот. Боссы здесь убиваются очень быстро на этом персонаже, то есть даже если учесть, что у меня 46 уровень всего на... ой, 44 уровень всего на всего. Умирают они очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень быстро. Кстати, я интересную штуку заметил. Я думал, что здесь раздельный, то есть инвентарь. В итоге оказалось, что я могу положить на основном персонаже в тайник вещь и получится так, что я могу с этого персонажа достать эти вещи. Вот. Вот. И сейчас на мне шмотки достаточно неплохие, я бы сказал. Жаль, что я большинство из хороших, можно сказать, но плохих для того персонажа, ну хороших для этого персонажа, повыбрасывал на том персонаже. Я собирался зайти... ну я как бы даже не собирался, а зашёл с того персонажа и думаю, дай-ка я сейчас, короче, обману систему и накидаю себе шмоток хороших. А в итоге... Что-то я сейчас сделал, короче, не знаю. А, что он делает? Вызывает множество взрывов вокруг героя при использовании. Думаю, накидаю, дай-ка я себе шмоток хороших. Захожу с того персонажа и оказывается, что у меня нет хороших шмоток и все только для 150 уровня. То есть, ну немножко не повезло, я все остальные или продал, или повыбрасывал, потому что для того персонажа они занимают только место в инвентаре, а больше они ни для чего не нужны были. Я не планировал вообще играть с другого персонажа. Вот. Как мы видим, помощники вот эти вот в виде скелетов трёх магов и двух... ой, двух магов и трёх ближнего боя, скелетов, достаточно неплохо справляются со своей задачей. И вообще они очень-очень полезные на самом деле. Давайте поговорим о главных характеристиках этого героя. У этого героя имеется характеристика, ну как способность. Первая способность вызывает скелета ближнего в бою. Она как бы, не знаю, это активная способность и она вызывает из убитого врага. То есть, когда вы убиваете врага и нажимаете, и прожимаете этот скилл, то он вызывает помощник в себе. Я их называю помощником, не знаю почему, мне гораздо проще. Если вы будете далеко находиться от того места, где убили, то есть он скажет, что... Ну, он вообще ничего не скажет, он просто не призовёт никого и не получится ничего призывать. Надо подойти ближе к месту убийства и призвать. Вот, второй скилл активный также делает, он также призывает только рейнджового персонажа, который стреляет электрическими молниями, электрическими зарядами, я хотел сказать. И всё, в принципе. Третий активный скилл... Сейчас прогрузите, я начну говорить. Третий активный скилл выбрасывает какую-то хреновину, если быть точным. Вот это вот-вот-вот-вот, мясная бомба, значит, она летит и взрывается. В принципе, больше ничего не могу про неё сказать. Я ей, в принципе, не пользуюсь, и она, ну, оказывается, как-то бесполезной, я считаю её, так как мне не хватает, нету времени, чтобы её использовать, потому что они все умирают гораздо быстрее, чем я дойду до этого. Вот. Пассивный скилл есть у этого персонажа, он заключается в том, что появляются руки из-под земли, как вокруг самого главного персонажа, так и вокруг тех, кого мы призываем. Синергия здесь на способностях в основном на энергию и на силу, то есть вам нужна шмотка на энергию и на силу. Она очень, кстати, очень сильно помогает, эта сила и энергия, то есть от энергии у них увеличивается хп у призванных вами существ, а от силы урон, соответственно. Соответственно, вот. Как я уже ранее говорил, я начал играть буквально там полтора часа назад, скорее. Даже если не полтора, но два от силы часа я играю за этого персонажа, и всё, у меня достаточно сил, чтобы проходить спокойно эти уровни, и я бегаю, даже не заморачиваюсь. Я не знаю, я сейчас вкачиваю скиллы, как рандомно. Ну, достаточно интересная, в общем, игра, я в неё играю уже, как сказал, около 50 часов. Но полезного, в принципе, я здесь ничего не знаю, что можно рассказать. Могу рассказать то, что иногда появляется надпись в чате, если вы будете очень внимательными. Может появиться надпись в чате, Gabe Walks the Earth. Типа, Gabe гуляет, ну или Gabe спустился на землю, что ли, Gabe гуляет по земле. После этого нужно выйти в эту... Она, в основном, мне кажется, появляется в самой деревне, в основной, эта надпись. Поэтому, наверное, выходить никуда не нужно будет. Вот. И необходимо взять мячик пляжный. Если вы играете, так скажем, не полчаса, то наверняка видели этот мячик, который находится в самом нижнем правом углу карты. Взять мячик и кинуть в ворота седьмого акта. После того, как вы кинете мячик, появится голова Гейба, которая будет бросаться в вас скидками. Будет бросаться в вас скидками. Просто, ну, как, купонами скидочными. Если вы его убьёте, я хер его знаю, что произойдёт, потому что я его не убивал, я пытался его заскринить. В итоге... Ну, в итоге, вы сами понимаете, что ни хрена не вышло, и я умер. Он меня просто-напросто убил. Это было очень обидно, потому что я как-то не рассчитывал на то, что он так быстро меня убьёт. Мне, там, допустим, не хватило, там, не знаю, одного выстрела, по-моему, этого Гейба, и я очень-очень быстро умер. Я ничего не успел понять. Вот. Я качаю, в основном, сопротивление урону, потому что, как бы, мне сейчас его не хватает. В основном. В основном мне его не хватает. Мне не хватает, естественно, ХП и сопротивление. Потому что урона, мне кажется, у меня достаточно. На данном этапе игры у меня по показателю урона в секунду, там, один и один был в последний раз. То есть, после этого я сомневаюсь, что что-то произошло, кроме как прокачка умений у персонажа. Оружие я никакого не находил, следовательно. Я не знаю. Может быть, немного увеличился урон. Ну, один миллион. Допустим, если вот у одного персонажа, вот противника, точнее, у одного противника, там, 200 тысяч ХП, естественно, я его гораздо быстрее, чем за секунду, убью. То есть, одного выстрела им будет достаточно, чтобы умереть. Если очень сильно хочется это проверить, можно это проверить. Но это будет очень сложно сделать, потому... Вот, не умер, не умер. Я видел, как он не умер. Ну, потому что дамага у меня очень мало. Как с руки, я бью очень слабо. Но мне хватает вот этого вот, вот этих чудиков, которые вокруг меня бегают, и их дамага просто прям... Блин, ангелочек. Я его убрать не буду, потому что я сейчас умру, скорее всего. Я не умею вот этот вот проходить, потому что всё время меня убивает. Очень редко я как-то... Очень редко я встаю туда, куда надо, чтобы меня не убило. Вот. Чё, в принципе, я могу ещё рассказать об этой игре? Игра очень интересная. Игра увлекательная, и... Она не требует абсолютно никаких вложений. Я не знаю, даже можно тут донатить или нет. Вот. Ой, показалось, как будто звук какой-то с наушниками. Чё могу ещё рассказать? Вот 48 уровень. Буквально вот... Не знаю, за сколько. Когда я начал записывать, мне кажется, был 46 уровень. И в итоге вот у меня сейчас 48 уровень. То есть, прокачиваюсь я достаточно быстро, быстро, очень быстро. У меня сейчас вот есть... Ёлки-палки. У меня есть каменный голем, которого я могу призвать, и... Он будет за мной носиться. И это просто, походу, имба будет сейчас. Я... Не знаю, чё сейчас. О, царство Демена, точно. Ёлки-палки. А я думаю, чё-то у меня здесь должно быть точно. Это достаточно имбовый персонаж, как я заметил. Просто после деревенчины, ещё рейнджовая атака и куча помощников. Я... Не знаю. Очень непривычно играть с кучей помощников. Это во-первых. А во-вторых, дальняя атака. У деревенчины есть, естественно, колёсики, которые катятся... Катятся... Там, не знаю. Катятся в направлении атаки. И призываются они там... С какой-то вероятностью. Но если учесть, что... На 150... Пусть будет пятый уровень. На 155 уровне там... Скорость атаки, во-первых, огромная. И... Там... Куча просто вот... Ударов в секунду. То в основном... В секунду там очень-очень-очень-очень много колёс выезжает. Вот. Из каждого там колеса много миллионов... Урона наносится. Поэтому... Не знаю. Что я хотел сказать этим? Тем... То, что я... То, что... С помощью... Деревенчины можно тоже на расстоянии атаковать. И... Там не мешает... Стена... Ничего не мешает. То есть, атаковать через стены. А. Надо музыку выключить, в общем. Потому что она... Я её... Включал для того, чтобы... Понять, есть звук в игре или нет. Потому что почему-то... Эээ... Не записывает у меня бандикам. Я через бандикам записываю. Не записывает он у меня... Правильно это всё. Вот. Эээ... Кстати... Если очень... Долго... Выбивать вот отсюда вот... Ну, на начальном... На начальном этапе игры... Очень полезно... Очень полезно... Атаковать вот эти вот... Вот шмотки... Ой, шмотки, блин... Ящики. Потому что... Очень много всего полезного может вылететь. Вот. А сейчас мы можем посмотреть, кстати... Сколько дамага будет... Вот... Голем, правда, не подключился. Ну ладно. Сейчас мы посмотрим, сколько дамага прилетает. И я вам скажу. Ну и вы, в принципе, это увидите. Так. 1,8 миллиона. Вот. По поводу... Ящиков. Из ящиков много чего интересного вылезает. Вылетает очень много чего интересного, поэтому... Поэтому нужно их разбивать. Из них монетки, ключи, что хочешь, вылетит. А вот этот пляжный мячик... Вот. Вот тут вот он лежит. Его нужно взять. На буковку F подходите, берете. И после того, как вот у вас появляется надпись... Гейб гуляет по земле... Но она на английском языке в основном появляется... Внизу, слева, вот там вот... Появляется надпись. Нужно бросить вот сюда. Опа! А у меня не было этой надписи. Слышь? Да ладно! Охренеть! С него, правда, ничего полезного не выпало. Но мы увидели Гейба. Охренеть! А я его, кстати, и не видел. Походу, можно и без этого. Или он уже... Или был написан. Написано, вот, Гейб гуляет по земле. Я понял. Все, короче. Повезло-то как охренеть. Прикинь? Я один раз только видел эту надпись. Можно сказать, мы убили Гейба. Квесты, кстати, у этих персонажей NPC брать, я не знаю, целесообразно лишь на первых этапах игры. Так как потом они бесполезные вещи просто-напросто дают. Вот этот персонаж, вот этот персонаж Саркастер, он тоже полезен только на начальном этапе игры, так как он позволяет выполнить достижения. Все, он больше ничего не делает. Подходите к нему, там, вступайте в кофейный клуб после того, как выполнить все его квесты. Давайте мы выйдем и пойдем в моего основного персонажа. Вот он, основной персонаж. Create private game. Пароль 123456. Официальный сервер. Все, мол, сделали. Как я говорил, у него есть способность. Он катает колеса, вот эти вот. Каждое колесо наносит, вот, на данный момент 6,3 миллиона урона. Тут достаточно, достаточно большой урон. От коктейля молотого, самогон молотого, наносится 15,5 миллиона. Это очень хорошая способность и на самом деле она очень помогает. Вот, два ключа только что выпало. Так, может быть еще и здесь попробовать как-то, не знаю, взять и кинуть мячик туда. Нет, не помогает. Как вы можете заметить, вот эти вот кнопочки, они активны. И зайти я не могу в них, потому что я играл с другом, у него куплен DLC. И поэтому могу в них, могу нажать на кнопочки, но нельзя ничего с ними сделать. Ну, нельзя войти. Как я еще знаю, вот эти вот надгробия, они делают что-то. Они что-то куда-то портал, короче, открывают. Они должны светиться, как я знаю. Вот эта вот голова, здесь вот есть голова над тренировочной площадкой. Она скажет последовательность, как включать эти надгробия, как их активировать. Активировать их я, как я тоже знаю, на букву F. И считай, отсчет ведется там вот раз, два, три. Четыре, пять, шесть. По горизонтали, слева направо. То есть вы подходите к ним и активируете. Давайте мы сейчас сходим в червоточину. 26 уровень червоточины у меня. И просто благополучно сольемся. Потому что здесь уже не настолько простые персонажи, допустим, как персонажи, враги. Они очень-очень быстро меня могут убить. Очень быстро меня могут убить, но я тоже их могу быстро убивать. Относительно, конечно, быстро. За них тоже уже дается не одна тысяча опыта и не один... Не десять тысяч опыта и двадцать тысяч опыта. За одного дается по сто пятьдесят тысяч. Как говорится, если бы так у меня был такой код, я бы не женился. Если бы так можно было в червоточину зайти на пятом уровне, мне кажется, я бы уже зашел. Ну и, естественно, бы слился тоже. Вот, они молнии пустили, и у меня просто минус больше, чем половина хп. Я проходил этот червоточин двадцать шестую, но проходил ее как? Я ее прошел вне отведенного времени, и поэтому мне не позволили перейти на следующий уровень. Вот. Вот что меня сейчас убило? Я хрена узнаю, что меня сейчас убило. Ой, блин. Вот так вот заходишь, умираешь и выходишь до следующего этого... До следующего желания, до следующего... До следующего, так сказать, прозрения. Вот. Что я хотел еще рассказать. Об этой игре можно много чего рассказывать, я наверняка знаю не все секреты. Вот про Габена я вам рассказал, он очень-очень интересный. Это я вчера прочитал только. Тайник, вот он он, тайник находится здесь. И здесь вот... Есть шмотки, но, опять же, они бесполезны для того, чтобы я их мог передать другому персонажу. На мне вот... Очень, кстати, интересная штука здесь есть для деревенщин. Гигант спин. То есть, гигант спин... Тьфу, блядь. Гигант спин. Это специальная способность, она дается... Я так понял, только от сатанинских вещей, и не от всех. Она дает ко второму скиллу, который вращает... Ну, с помощью которого деревенщина вращается. Какой-то прирост дамага, что ли. Ну, я так понял. Я где-то прочитал x3. Вот. Шмотка, он хорошая тоже. Вот. Четыре здоровья при попадании. Это очень мало, конечно. Но здесь достаточно всего. Всех характеристик, чтобы я не умирал. Ну, как вы заметили, не так достаточно, чтобы я не умирал. Потому что меня убивают только так. А еще, кстати, я понял, что здесь бесполезно играть на токсическом уровне сложности. Он открывается после того, как вы до 150 уровня, по-моему, доходите. Он открывается. То есть, на разрушительном уровне я могу спокойно пройти все просто. Прямо вообще. Вот просто мы заходим вот так вот в игру, в первый акт, заходим. 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 Висим. И просто без всяких проблем мы просто вот их сметаем с пути. Просто по сути без всяких проблем. Вот эти вот, кстати, статуи дают плюс 20 к чему-то. Или одну реликвию они дают. Если у вас какие-то там реликвии уже блатные есть, то вряд ли. Ну, даже не то, что блатные, а просто она дает, скорее всего, случайно. Или реликвию, или кучу золота дает. Еще здесь есть классная штука, с помощью которой вы можете просто-напросто собирать вот так вот эти рубины. Они близко, которые находятся к стенкам, они собираются так. Нет необходимости заходить и там открывать, тратить ключики. И всякое такое. Вот. На этом уровне сложности мне достаточно моего урона и моего вампиризма, чтобы проходить спокойно этот уровень. На токсическом же уровне сложности у меня не хватает ничего. Потому что даже на 36, ой, на 26 уровне червоточины. Здоровье у противников гораздо меньше, чем на токсическом уровне сложности в первом акте, в первом уровне. Что очень меня поразило. Я не знаю, по какой причине так есть, так сделано. Но, возможно, это какая-то фишка. Может, там что-то офигеть какое классное дают за победу. Еще. Если вы выйдете, выйдите, выйдите в город. Не знаю, я почему-то всегда выхожу в город. А потом выйдите вот сюда. Выйдите. Здесь есть очень хорошая штука. Ну, вот как вы заметили, у меня бегает рядом голова. Да. Она не голова, потому что здесь спутник должен быть другой абсолютно. У меня вот этот спутник. Здесь не поймешь, что выбрано, потому что нет кнопочки выбрать. Тут написано открыто. То есть открыт, там не открыт. То есть мало ли там... Ну, как мало ли. В основном выбирается то, на что вы последнее кликнули. То есть вот я кликнул, значит он выбранный. Здесь можно использовать... Ну, как вы видите, сверху справа кристаллы нарисованы. Можно нажать на X и покупать все за рубины. Цена та же самая. Рубины... Все рубины можно добыть в боссах. Босс... Необходимо бить пятого босса в каждом акте. То есть за пятого босса в каждом акте могут дать в пределах там пяти... Ой, пятиста, двух с половиной тысяч рубинов. Этого вполне достаточно. За рубины, кстати, прокачиваются руны. За рубины много чего делается. Покупается все в магазине. В принципе, можно купить еще сундук у чувака, который стоит рядом с кофе. Точнее, не именно у него, а чувак, который стоит рядом с чуваком, который стоит рядом с кофе. Вот. А в принципе, больше рассказывать об этой игре нечего. Здесь достаточно интересно. И она, в принципе, не надоедает. Я вот сейчас выбрал не того персонажа, потому что я хочу играть вот за вот этого. Он достаточно интересен. Он имбовый, как по мне. Он просто вот... Просто имбовый. У него пятеро-шестеро призванных существ рядом летает, которые не дают даже тебе никого ударить. Вот. Как видите, из сундуков падают обычные шмотки и изредка синие. Никогда мне еще не падала... Точнее, падала, конечно же, фиолетовая шмотка, но она также была не особо полезной для меня. Поэтому... Вот. Они бесполезные, в принципе. Подбирать их незачем. Но если у вас нету прокачанного персонажа до 150 уровня, с помощью которого вы можете положить что-нибудь в тайник, необходимо, конечно же, рубить что-нибудь. Рубить... Не что-нибудь, а все рубить подряд, чтобы из этого сундука там... Из этого всего подряд выпадало все подряд. Вот. Вот выпала шмотка. Естественно, она мне наверняка бы пригодилась, если бы у меня не было лучшей шмотки. Все, в принципе. Я не знаю, что больше еще рассказывать. Просто покупайте игру, скачивайте, наслаждайтесь этой игрой. Она прекрасна просто. Не знаю, мне она очень сильно нравится. Всем спасибо за просмотр. Кто досмотрел видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем до скорой встречи. Всем пока.